МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! А знаете ли вы, что у нас с вами завтра особо радостный праздник? Одним своим названием он словно зовет нас всех в храм Божий. Вы спросите, почему? Потому, друзья мои, что завтра введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день все православные люди вспоминают, как совсем еще маленькая Дева Мария была посвящена Богу и впервые вошла в Иерусалимский храм. Да, друзья, даже Матерь Божья когда-то была маленькой девочкой. Представьте себе, ей было всего три года, когда произошло это событие. И вот как это было. На одном из склонов Галилейских гор, среди цветущей зелени садов, стоял городок Назарет. В нем жили праведные супруги Иоаким и Анна. Жили они в полном удовольствии. И одного только им не хватало. Может, ребята, вы помните, чего именно? Да, у супругов не было детей. Иоаким и Анна горячо молились Господу и дали ему обет, что если у них родится ребенок, то они посвятят его Богу. Супруги уже начали стареть, а их молитва все не исполнялась. Но вот однажды явился Иоакиму и Анне ангел Господень. Он сказал, что вскоре у них родится дочь, благословенная более всех дочерей земных. Имя ей будет Мария. Услышав такое дивное обещание, супруги поспешили в Иерусалимский храм, чтобы принести благодарственную жертву. И вот через несколько месяцев у Анны действительно родилась дочь. И родители назвали ее Марией. Однако даже в радости они не забыли обещание посвятить свое дитя Богу. До трех лет жила Мария в Назарете, в доме родителей. Тихо и безмятежно текла их жизнь. Но когда ей исполнилось три года, Иоаким и Анна решили, что настало время исполнить данный Богу обет. Вы, может быть, спросите меня, ребят, как это? Что это значит посвятить ребенка Богу? Это значит, что маленького мальчика или девочку благочестивые родители приводили в Иерусалимский храм. И ребенок оставался жить при храме и воспитывался там вместе с другими детьми в любви ко Господу. И вот Иоаким и Анна начали готовиться к торжественному дню. Они созвали своих родственников, которые должны были вместе с Марией следовать из Назарета в Иерусалим. Три дня находились путники в дороге и, наконец, достигли города. Началось торжественное шествие в Иерусалимский храм. Вы только представьте, ребята, какое это было величественное зрелище. Впереди шли юные девы с зажженными свечами и пели священные молитвы. За ними шли Иоаким и Анна, ведя за руки Марию. Родственники и много народа окружали все шествие. Пятнадцать высоких ступеней вели в храм. Родители поставили Марию на первую ступень лестницы. И как же все удивились, когда увидели, что такая маленькая девочка сама без посторонней помощи взошла по ступеням в храм. А там встретил Марию первосвященник Захария. «Шествуй, чистая! Иди, преблагословенная! Войди в радости в храм Господа твоего!» – сказал он. «Это Дух Святой просветил Захарию. Ведь тогда еще никто не знал, какая великая и удивительная судьба ожидает маленькую Марию». А первосвященник оказал трехлетней девочке и вовсе невиданную почесть. Он взял Марию за руку и повел в самую священную часть храма, в святая святых, куда имел право входить только он сам. И то лишь однажды в год. С этого дня Мария стала жить при храме. Здесь она молилась Богу, занималась рукоделием. А когда ей являлся ангел Господень, он наставлял ее в священном писании. Вот какое удивительное событие произошло много лет назад в Иерусалиме. Но все православные люди помнят о нем и день этот чтут, как двунадесятый праздник Матери Божией. Потому что сама Пресвятая Богородица, входя в храм Божий, призывает и нас ходить в храм и молиться Богу. Последуем же и мы за ней. И завтра на праздничной службе помолимся вместе Божией Матери. До свидания, дорогие мальчики и девочки. Храни вас Господь и Пресвятая Владычица наша, Богородица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова